Всем привет! Сегодня я хочу поговорить об одной истории, связанной с трагедией в Ереде, в Южной Осетии. Ну или в Эрэдве, да, на грузинский манер. Последний раз вспоминали, вспоминальная дата, 18 марта было. И я скажу честно, да, я об этой истории слышал со школьных лет еще, но как-то в подробности, в детали особо не вдавался. Не смотрел, что об этом пишут СМИ. Ну все-таки почему-то, ну как-то больше говорили о других событиях, связанных с Зарской трагедией. Потом случился 2008 год, об этом начали говорить. И вот Еред, он как-то свелся, ну вот как-то, наверное, к повинальной дате, все-таки, к 18 марта. И все, и вот оно как-то проходило, если честно, мимо меня. А последний раз я заинтересовался и начал читать, изучать. И, знаете, чем больше читал, сначала я, так сказать, прочитал, удивился, а потом еще сильнее удивился. И потом я кое-что обнаружил. Но сначала давайте предысторию, да, напомним. Итак, прошло 30 лет, с тех пор, как 12 осетин подверглись зверским публикам, а после были заживо похоронены грузинскими фашистами. Это материал Генеральной прокуратуры Южной Осетии. Что у нас имеет? 18 марта 1991 года, около 12 часов, грузинские экстремисты в селе Приец, Схинвальского района, остановили военную автомашину марки ЗИУ-131, управляемую военнослужащими советской армии, которые дислоцировались в городе Схинвал. В кузове автомашины находились мирные жители, преимущественно из селений Квенис, Сатикар и других, которые направлялись в город Схинвал. Грузинские неформалы высадили насильно из маршины 12 человек мужского полосетинской национальности, именно, ну, даже и вот, в частности, этих людей, и повели их к красному карьеру, расположенному возле села Ерет Схинвальского района. Госток не сбивали, после чего выкопали большую яму и заживо похоронили в данном месте. Как пояснили в пресс-службе ведомства, 1991 года, 24 апреля, прокуратура Схинвальского района Юго-Осетинской автономной области возбудила уголовное дело и передала его для дальнейшего расследования к гугорийскому межрайонному судору Кнадзе. После этого, по словам представителя ведомства, обратно вышеуказанное уголовное дело не было возвращено в прокуратуру Южной Осетии. Но уже 18 ноября 2011 года независимая Южная Осетия, независимая прокуратура Южной Осетии Схинвальского района возбудила новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ. Я тут должен еще подчеркнуть такой момент, что когда людей закопали, дорогу, то есть место захоронения утрамбовали бульдозером. Поэтому долгое время их вообще не могли найти тела сами. То есть о преступлении знали, что с этими людьми что-то случилось, а тела их не могли найти. Поэтому экзумация произошла только через два года, в 1993 году, когда якобы там кто-то из местных все же рассказал. И тогда тела достали. В 2011 году возбуждается уголовное дело по-новому, по 357 статье. 357 статья в российском УК – это геноцид. Одно из, наверное, самых тяжких преступлений. Опрашиваются свидетели, очевидцы, и мы получаем троих подозреваемых людей, которые участвовали в этом массовом убийстве. То есть, скорее всего, их было там не трое, но троих удалось установить. На совершение этого преступления органами предварительного следствия были установлены исполнители данного преступления. Это Кристисиашвили Кутна Георгиевич, Кристисиашвили Георгенович, Кристисиашвили Георген Георгиевич. Укаженцы села Ерецкий, Невайского района, которые были объявлены в Международный подлог. 22 февраля 2012 года данному уголовному делу внесено остановление по приостановлению предварительного следствия в связи с неустановлением местонахождения обвиняемых. Ну и, в принципе, вот на этой формулировке заканчивается вся официальная информация по этому делу. И, в принципе, все журналистские заметки, они дальше не идут. Дальше непонятно, что происходит с этим делом. То есть его следствие приостановили и все. Хотя у нас есть три установленных лица. Дело, я напомню, о геноциде. Это в свете того, что Следственный комитет в последнее время возбуждает уголовные дела по преступлениям, которые были совершены в 42-м году, в 43-м году, массовые расстрелы со стороны нацистской Германии. Здесь 91-й год, 2011-й, и через год уголовное дело закрывают, потому что причастные люди, они непонятно, где они находятся. И получается, что вот некие, значит, абстрактные грузины совершили преступление, и мы каждый раз 18 марта говорим, что мы помним об этом преступлении. Никто не забыть, ничто не забыто. Так и пишутся материалы журналистские, об этом и в заголовках пишут, и официальные лица произносят эти слова. Но я все-таки вот... Мне это показалось очень странным, что дело приостановили, и я решил дальше посмотреть и все-таки внимательнее присмотреться к тем лицам, которые там указаны в качестве установленных, в качестве подозреваемых. Так, как можно предположить, Кристисиашвили Шотл Георгиевич, 48-го года рождения, и Кристисиашвили Гурген Георгиевич, 43-го года рождения, это родные братья. А Кристисиашвили Георгиевич, 69-го года рождения, это сын Кристисиашвили Гургена Георгиевича. Все трое были объявлены в международный род. Вы тоже можете сами посмотреть, проверить базу Интерпола, этих фамилий, этих людей там нет. Они не разыскиваются, они не в международном розыске. И я себе так подумал, что двое из них уже в солидном возрасте, если вообще еще живы. Потому что этому Гургену Георгиевичу уже 77 лет. Другому чуть поменьше. А вот сыну Гургена, который 69 года рождения, 5 апреля, ему сейчас должен быть 51 год. 5 апреля еще не наступило, ему должен быть 51 год. Я себе так подумал, может быть, он все-таки, может его где-то все-таки можно найти. Итак, в интернетах мы натыкаемся на страницу некого Декристисиашвили на Майлору с URL-адресом Акшо 69. Ну, 59, как никто не догадаться, это год рождения. У него это указано здесь. 5 апреля 69 года. Падение. Ну, вот так вот выглядит Георгиевич. Вот это, если можно видеть, 2010 года. Ну, довольно давно выкладывал, но при этом он на свою страницу заходит. Да, хотя не раз был 22 марта. Ему 51 год. Ну, вот указано, что школа или что-то там зависит. Да, давайте посмотрим. Посмотрим, посмотрим пакету. И видим, да, действительно, образование. Друзья скинували. Это уже фейсбук, страница нашего героя. Которого он начал вести с 2015 года. Как я понимаю, сразу вот с такой козырной фотографии. Знакомый нам уже, который он уже выкладывал у тебя в Майл.ру. Вот это он. Уже с 2010 года набравший весе. Стал тяжелым. То он никогда не вернется в СССР. И вот, ну, а август, Мак. Не знаю, откуда это у них традиция пошла дуракая. Что в Украине, что там. Вот какие-то вот такие даты надевать Мак. Как же с пола-то единого центра. Ладно. Идем к его публикациям. Сразу, ой, 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 ой. Сразу фотография у нас от 6 марта, точнее. Фотографии с небезызвестным Бадрием Басишвили. Это член единого национального движения. Патия, созданной Михаилом Саакашвили. А это наш Тоймаш от Русской. Ну, вот это его фотографии. Видите, он вообще, ну, как бы, не скрывается. Ведет такую, ну, открытую жизнь. Жизнь человека личного. Не скажешь, что он в каком-то там розыске. Что он пытается как-то скрыть свое местоположение. Здесь он вообще на радиоэфире. Я нашел этот радиоэфир. Очень просто. В этом здесь что-то рассказывает. В принципе, ну, как бы, я не знаю дурзинского языка. И там оставлю ссылку для тех, кто захочет посмотреть, послушать офигенные истории сложного жизненного пути нужденного перетелета, или как это называется. Живет он, у него тут указано, что он живет в Эредве. Ну, Эредве он не живет, потому что там руина, да, и эта территория сейчас принадлежит Южной Осетии. Но большинство из переселенцев, да, они осели в горе, да, переехали в горе. И тут у него указано, что он работает в той самой партии, Единое национальное бюджетное время. Это сейчас, да. Давайте посмотрим на один документ, который нам некоторые вещи прояснит. И так мы находим декларацию Григорий Крестисиашвили 2012 года, вот, ноября 2019 года. Это первая декларация, когда он был главой комиссии в Совете Муниципалитета Эредве. Открыв ее, мы удороживаем здесь некие данные. Я сразу перевел на уголе, на русский. Мы здесь можем увидеть, что это чиновник, да, он официально, и занимая постпредседательной комиссией в Собрании Муниципалитета, мы имеем его рабочий адрес. Это вот действительно он, дата рождения, грузец Хинвали. А тут некорректно, да, в оригинале видно, что это фейлер 1959 года. И так, в декларации мы также видим, что в фотографии родственники он указывает свою супругу. Это Нихая Томария Ноникашвили, угроженка Горейского района, села Кидестали. Мы можем найти фейсбук в друзьях, да, у Кидисиашвили. Ну, пусть вас не удивляет, что у мужа и жены разные фамилии, потому что в Грузии не принято, да, чтобы женщины брали фамилию мужа, поэтому у супругов разные фамилии, и у отца, и у сына и матери тоже будут фамилии различаться. Указано, что она живет в городе Гори, и то она из города Гори. Собственно говоря, и какой-то человек, место на хранение, которого властям и детям неизвестно. Здесь также есть ее свекровь, то есть мать Гея Крисисиашвили, и Азаира Кричвадзе. Ну, тут у нее информации много, просто одна фотография, но мы можем внешнее исходство так делить. Ну, вы можете мне возразить и сказать, а с чего ты взял, что это именно тот Гея Крисисиашвили, о котором говорили правоохранительные органы Южной Осетии. Может быть, это такое невероятное совпадение, что вот был такой человек с такими фамилиями, и совпала его дата рождения и место проживания бывшее. Вдруг вот такое невероятное совпадение произошло. Ну, оно было бы так, но есть такой сайт русская оккупация, Russian occupation.me. Сразу оговоримся, это Transfarency International Body, то есть это не какие-то там, не знаю, там российские ресурсы, это вот такой ресурс, это у них карта Эдри, да, на данный 2002 год, до того как бы там, какое-то там отделение было. Самое интересное здесь другое. Это, значит, карта построек, и карта расселявших село Эасими. Мы можем вот здесь посмотреть, да, ну, сразу, сразу нам, давайте перейдем, на полную, на полную, да, что мы сразу могли видеть. Проживают, ну, много семей, вот оно, это Теснияшвили, ну, фамилия, да, и, ну, много, много есть других, некоторых, но в основном, вот такие, вот весь, сука, мы находим здесь, вот мы находим здесь, 154 дом, и мы видим, некую семью. Здесь я специально приближу, как, христия Синияшвили, Ге, Ниникашвили, Мар, или Тимари, Терчвана Лаира, как мы определили, это мать, Ге, и, Ниника, христия Синияшвили, Гурген. Ну, имя Гурген, в Грузии, не так сильно распространено, чтобы оно, вот, было на одно село, по 50 гургенов. Я, конкретно, в этом селе поискал, да, и там, ну, я нашел только одного, и конкретно, в этом доме. Из установленных лиц, препятствованных к еретской трагедии, у нас еще есть Ники Чотха, в Тесния Синияшвили, но, как видим, он здесь, в этом доме не проживает, да, в этой семье, но зато, вот, здесь, например, есть сразу двое, Крестиси Синияшвили, Шотха, и здесь Шотха, да, ну, не знаем, которые, кто это, именно это из них, потому что, например, вот тут уже есть, один Крестиси Синияшвили, который живет вообще один. Итак, давайте вернемся теперь к декларации Крестиси Синияшвили, и мы уже установили, что у него есть рабочий адрес, да, то есть место, куда он приходит на работу, то есть, его местоположение в 2012 году было известно. Давайте дальше посмотрим. Итак, это уже декларация за 2013 год, здесь он указывает уже адрес, это Гузет Блисси, уже улица Купида Агмашины Бели, 89-24. Что находится у нас по этому адресу? По этому адресу находится административный центр униципалитета села Редви. Это его фактический адрес, потому что в самом Редви стоять не может, а Редви как такового уже как бы нету, потому они его перенесли фактически в Блисси, и это получается его рабочее место. Итак, это последняя декларация Сиси Ашвеля, заполненная им в 2015 столкнул в ябре. Тогда он уже не был главой комиссии на эту тоже занял этот товарищ, а Редви Сиси Ашвеля остался я так понимаю просто заседателем. Итак, вот его декларация и что тут есть, что тут интересно, интересно здесь какую собственность они закладировали. земельный участок в селе входа площадью от квадратных метров и на жену квартира в том же селе. То есть вот у нас еще одно место может находиться в Сиси Ашвеле. Кстати, когда я там упоминал комиссию, председатель комиссии, я имелось ввиду бюджетное комиссия, комиссия по бюджету. Ну, вдруг кого-то вызовет вопрос, слово просто комиссия без пояснений. Ну, что, давайте в завершение просмотрим еще раз на фейсбук нашего героя и подскажем все-таки властям Южной Осетии, где бывал в последнее время установленное очевидцами лицо, которое участвовало в массовом убийстве. Вот запись от 24 ноября 2017 года. Наш герой посещает горе. Именно Тимю Мехазники Ибиного Национального движения посетили Тимю Миноназара Швилин, живающих тяжелых ценных условий. Далее мы видим его 9 августа 2017 года, публикация СМАК на мемориале Теле в Индиси, Горейского района. В 2008 их силы были в этом стиле разгромлены, но у них есть байка, что они героически сражались и перевели кучу-кучу россиян, и поэтому год ходит. В принципе, можно было уже догадаться, что человек, из-за того, что я уже показал, что человек живет на два города, это в Тбилиси. Вот, например, 29 декабря. Фотография из города Тбилиси. Можно было сразу брать и открывать уголовное дело. Точнее, возобновлять следствие по уголовному делу, потому что мы имеем вводкое местоположение в голове. Вот он. 24 марта 2019 года. Опять город Тбилиси. И опять наш друг с края. Конечно, можно продолжить, но я думаю, уже достаточно показал примеров и доказать, что местонахождение человека установить, вежливо говоря, можно. И мне на это понадобилось три дня. При том, что, да, я там еще занимался своими делами. Уголовное дело было возбуждено 10 лет назад. При этом я не Генеральная прокуратура Южной Осетии, не КГБ Южной Осетии, у которых, наверное, есть какие-то данные, но по какой-то причине они не используются. Уголовное дело стоит на месте. Ну, и вот как после публикации этого видео так и будет на том же этапе, что местонахождение не установлено, поэтому извините. При этом каждый год никто не забыть, ни что не забыто. Ну, давайте завершу историю с Фейсбуком. Я не буду тратить время на то, чтобы показывать все его публикации, потому что там чистый ад. Каждое 8 августа слава героям, мы вернемся, постоянный пиар своего кумира Саакашвили, по-моему, там еще посты с Гамсахурдией. И вот все в таком стиле, но мне понравился один пост такой, вы уже видели, у него есть фоточка в храме. Вот в свете вот этого эта публикация особенно замечательная. Вот у него идет сначала фотография шефа с кумиром, да, а дальше, дальше просто просто, как же, как же, без хороших мотыстов, их великими мудростями русским стоят верить, только тогда, когда даже деревянные кресты на их могилах угаснут и превратятся в аромбуртов мантки. Вот смотрите, у нас есть уголовное дело о геноциде, которое не расследуется по, ну, как мне кажется, какой-то какой-то дурацкой причине, извините. При этом та сторона составляет списки и списки включают в основном, конечно же, осетин и абхазов, против которых возбуждаются уголовные дела. Эти списки передаются в страны ЕС и США с призывами к санкциям. И, ну, я напомню, один известный список. Вот, пожалуйста, список Татунаешвили Атхарой, Атхазория, или его еще называют Атхазория Татунаешвили. Вечеринец 33-х и составлен в 2018-м году. Ну, и тут вот вы можете сами увидеть, что это восстановлено, противные Абхазы. По словам премьер-министра, к этому времени список Атхазория. Татунаешвили вне Татунаешвили 33-лица, которые с 1991-го года сегодня совершили разные поступки в отношении граждан Грузии и на оккупированных территориях. Ну, и по иронии судьбы, знаете, кто раздает советы по составлению списков? Ну, вот, конкретно по этому списку, кто раздавал советы. Наш с вами друг. Итак, радио, вот, цитата по радио Свобода. Жители Цехенвари и ущелье Алиахвили оценивают список Азория Много лет назад работавшие в органах внутренних дел и спецслужбах. Ну, словам, у этих людей есть много информации о преступлениях, совершенных в хинвале и ущелье. Ну, то есть, вот так вот, лучшая защита это нападение. Я не знаю, чем занимались все это время силовые структуры Южной Осетии. Да и России тоже. Потому что, ну, это человек, который должен находиться в международном розыске. если известно, что он участвовал в этом преступлении. Ну, что, друзья, я призываю всех, кто посмотрел это видео, распространять его как можно сильнее. Да, у меня небольшая совсем аудитория и без вас я не смогу донести эту информацию, которую почему-то до сих пор никто не донес, да, и даже не обращал на нее внимания. Я прошу вас распространять через каналы через своих друзей, ну, короче говоря, как угодно, чтобы оно получило ну, как можно больше просмотров, чтобы его увидели люди, которые его должны увидеть. Вот. Спасибо, пока.